Рабочий день Василия Бородина Все документы и на стадии подготовки И уже в стадии принятия решения Как правило в комиссиях Василий Бородин работает со старшим коллегой Геннадием Шабалинен В законотворческую кухню Просоюзные лидеры вникают со всей дотошностью Цель власти сэкономить Средства финансовые И поэтому естественно она всеми силами Пытается поменьше дать И побольше как-то сэкономить А наша задача Эти средства которые Все таки чтобы доходили до работника И каждый работник в сфере здравоохранения Получал достойную заработную работу Но основная задача уважающего себя лидера первички Все таки заключается не в том Чтобы удовлетворять сиюминутные материальные запросы общества Она намного масштабнее Отстаивать права работников Забираясь на веру в солидарность и единство В коллективную силу У нас в мастериальном районе По итогам прошлого года Единственном районе города Где не только не убыло членов профсоюза Но и немного незначительно Но прибыло Это как бы показатель работы Что наверное люди доверяют профсоюзной организации Что обращаются к ней Что видят в ней определенного защитника своих интересов Такой системный подход к работе у Василия Бородина Формировался постепенно Заядлый КВНчик Он сразу влился в кущу молодежной жизни Отраслевого профсоюза А сегодня без него не проходит Ни одно заседание президиума То же самое в поликлинике Сначала возглавил первичку Потом вышел на район При всем при этом доктор многое активно учился Помимо основной специальности освоил еще три Я начинал работать участковым педиатром В тот момент были реорганизации Мой участок сокращали И предложили мне на выбор несколько специализаций И соответственно я выбрал лечебную физкультуру А так как это уже дальше было связано с позвоночником И с опорно-двигательным аппаратом То дальше плавно вытекла эта мануальная терапия Ну а дальше неврология Такая тяга к знаниям и интересам профессии Объясняется просто Василий Бородин потомственный врач Профессию педиатра выбрал вслед за бабушкой и мамой Не досмотрел на то, что зарплата не велика И престижный топ А прошло время и посмотрите Сколько у него благодарных пациентов Очень хочется надеяться Что жизнь в здравоохранении улучшится Что работники себя будут чувствовать более комфортно Ну я думаю, что со сменой власти в крае Сейчас будем готовить документы Будем готовиться к встрече с губернатором Три основные, которые мы должны будем высветить губернатор Это проблема кадров Из которой вытекает проблема и заработной платы Это проблема жилья Это проблема детских садов Вот те вопросы, которые я думаю, что край все-таки будет решать Будем надеяться на лучшее Еще раз с праздником нас всех с вами, дорогие коллеги Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!